Израиль получает ежегодно более 3 миллиардов долларов военной помощи от США. После подписания соглашения между Западом и Ираном по вопросу ядерной программы, за океаном дали понять, что в качестве компенсации еврейскому государству эта сумма может быть увеличена. Однако, как сообщили на минувшей неделе, израильские СМИ в этом вопросе стороны зашли в тупик. О чем спорят Иерусалим и Вашингтон в нашем видеоматериале. Трехдневные переговоры между Иерусалимом и Вашингтоном об увеличении американской военной помощи Израилю зашли в тупик. Об этом на минувшей неделе сообщила влиятельная израильская газета «Арец». Осведомленные источники заявили авторам публикации, что в ходе встреч американских и израильских чиновников, которые прошли в Иерусалиме, представители администрации Обамы заявили о согласии увеличить военную помощь лишь на 400 миллионов долларов в год, в то время как израильское правительство просит увеличение минимум на миллиард долларов, а лучше на два. На сегодняшний день Вашингтон переводит на военные нужды еврейского государства в среднем 3 миллиарда долларов в год. Договор об этих суммах был подписан в 2007 году на десятилетний срок. В ходе переговоров американцы утверждают, что просто не могут себе позволить увеличить финансовую помощь Израилю из-за программы бюджетных сокращений в США. Кроме того, такое требование израильтян, как пополнение запасов авиационных бомб и ракет, названо чрезмерным. Неудача переговоров в Иерусалиме привела к новому публичному скандалу в американо-израильских отношениях. В минувшее воскресенье, открывая еженедельное заседание правительства, Натани Агу заявил, что Израилю, видимо, придется дожидаться новой американской администрации, чтобы уже с ней решать вопрос об увеличении помощи. Иными словами, израильский премьер заявил, что нынешние американские власти недружественно относятся к еврейскому государству. Это заявление, как и другие выпады израильского премьера в адрес президента США, еще могут сыграть свою роль в развернувшейся в Америке предвыборной кампании. В администрации Обамы намек поняли. Уже на следующий день в израильской прессе появились гневные комментарии анонимных американских представителей, которые призвали Натани Агу подписать соглашение уже сейчас, поскольку больше Израиль все равно не получит, и не важно, какой именно президент окажется в Белом доме. В свою очередь, израильский премьер поручил важную миссию новому шефу Моссада Йоси Коэну. На прошлой неделе Коэн побывал в США, где провел ряд рабочих встреч с представителями американского истеблишмента. В Иерусалиме причину упрямства Израиля в ходе нынешних переговоров с США объясняют очень просто. По мнению Натани Агу, администрация Обамы поставила под угрозу безопасность еврейского государства, подписав ядерное соглашение с Ираном. В результате снятия международных санкций, режим Айтол получит в ближайшие годы сотни миллиардов долларов. При этом основная угроза связана с тем, что часть этих денег получат такие группировки, как Хизбалла и Хамас. Особое беспокойство вызывает ливанская группировка, которая в этих условиях вполне может пойти на вооруженный конфликт с Израилем. По официальным данным, у Хизбаллы имеется 100 тысяч ракет. И, как точно подметил лидер группировки Хасан Насрала, попадание одной такой ракеты в гигантские контейнеры с химическими веществами в промзоне Хайфы вызовет эффект, сопоставимый со взрывом атомной бомбы. Со мной в студии депутат КНЕСТ от блока «Сианинский лагерь», член комиссии по иностранным делам обороны Ксения Светлова. Ксения, добрый вечер. Добрый вечер, Женя. Израиль торгуется с Вашингтоном по поводу компенсации. Что вы слышите? То, о чем мы не знаем. Договорятся, не договорятся? Во-первых, как член комиссии по иностранным делам обороны, я, естественно, не могу выносить за пределы того места, где проходит комиссия. Всякие дискретные положения и договоренности. Я могу сказать, что в общих чертах, конечно же, у Израиля есть нужды, которые возрастают поменьше, по мере того, как проходит время. И мы знаем, что «Арабская весна» представила перед нами ряд вызовов, на которые нужно отвечать. Они отличаются в корне от того, что все, что мы знали до нынешнего момента. И поэтому совершенно верно, нужно торговаться. И, в общем-то, мы знаем, что это часть неотъемлемой ближневосточной культуры. И в Америке это прекрасно знают. Поэтому это нормально, это привычно. Но нужно понимать одну вещь. То, что происходит сейчас на американском поле, и я имею в виду и демократов, и даже в большей мере республиканцев. Мы не знаем, что будет на выборах. Есть некая такая убежденность, что Киллэр Клинтон уже заранее объявили победителем. Я думаю, что все открыто на данный момент. И предсказать, что произойдет, практически невозможно. Это связано с американской помощью? То есть, если Израиль сегодня торгуется, и мы слышим премьер-министра, он говорит, давайте подождем нового президента. Вот я именно про это хочу сказать, что ряд кандидатов в новые президенты считают, что Израилю не нужно помогать вообще. Прежде всего, это Дональд Трамп, который сейчас... Я, опять же, не стану предсказывать чью-либо победу. Вернее, я довольно-таки уверена в том, что Дональд Трамп не является реальным претендентом. Но, кто знает, все может быть очень непредсказуемо. И Дональд Трамп является как раз тем самым человеком, который считает, я люблю Израиль, я верю в то, что у Израиля есть неотъемлемое право властвует любыми территориями, которые он хочет, которые он считает своими и так далее. Но пусть делает это сам. Израиль — развитая страна, все карты в руки, у них сильная армия, у них есть хай-тек. Почему Америка должна нести ответственность за существование и усиление израильской армии? И республиканцы поддерживают его в этой позиции? Ведь это же часть помощи возвращается в американский ВПК для заказов американской военной промышленности. Я скажу, что есть целые группы, такие лобби внутри республиканской партии, которые убеждены. И, кстати, там же находится и Марко Рубио, и еще несколько кандидатов, которые они просто отошли во время предвыборной гонки уже. Но они придерживаются одного и того же мнения по этому вопросу. Израиль — друг, Израиль — партнер. Более того, Израиль — единственный партнер. Нужно полностью поддерживать в совбезе ООН и так далее. Дипломатическая поддержка остается, но не военная. Мы понимаем, что у Америки, опять же, их расходы на оборону, они также возрастают. Несмотря на то, что, казалось бы, вот они покинули Ирак, они собирались выйти из Афганистана, еще не вышли, но, во всяком случае, они сокращают там как будто бы свои расходы. На самом деле, мы понимаем, что эти расходы увеличиваются. Участие вот в этой анти-игиловской коалиции, мы понимаем, что это обходится американцам немалую копеечку. Помощь таким странам, которые уже непонятно, они считаются союзниками или нет, но такие, как Египет, например, для того, чтобы не дать там развернуться другим странам. Например, Россия, Америка обязаны продолжать свою помощь и увеличивать свою помощь. А Египту, которая все больше нуждается в поддержке. Есть несколько стран, такие как, опять же, Иордания, которые сейчас полностью зависят от американской помощи. Поэтому, если говорить о приоритетах, то мне кажется, что на данный момент Барак Обама является один из последним из магикан. Вот вся эта критика против Обама, которая на самом деле говорит о том, что он безоговорочно до сих пор разрешал, поддерживал и предоставлял дополнительные пакеты помощи на протяжении всех своих двух каденций. И что будет происходить через год, я не могу, никто не может ручаться. Поэтому я думаю, что нужно сейчас получить максимально большой пакет помощи, который поможет нам сейчас справиться с теми угрозами, против которых мы стоим. То есть это на последующие 10 лет, как это было в предыдущем пакете. То есть если сегодня Израиль заключает договор с США, то новый президент не сможет это изменить. Ну, безусловно. Он должен будет идти в рамках этого соглашения. Он может, например, не разрешать дополнительные увеличения, потому что основная базисная сделка, пакет помощи, она всегда расширяется по мере ходу. Есть новые разработки, например, сейчас есть вот эта антитуннельная система, на которую предоставили еще в срочном порядке 120 миллионов долларов. Это не маленькая сумма. Я не вижу других кандидатов на эту должность, которые могли бы нам предоставить такие деньги, которые действительно необходимы для того, чтобы справляться с тем, что происходит вокруг нас. Да, ну и сложно представить, что израильский эстеблишмент так легко откажется от 3 миллиардов долларов в год. Ведь эти деньги откуда-то надо брать, значит, нужно повышать налоги. Это тоже сложно. Ксения, еще один момент. На этой неделе шейх Хасан Асрала, лидер шиитской группировки Хизбалла, впервые, пожалуй, за долгие годы угрожает открыто государству Израиль и говорит, что в случае третьей Ливанской войны Хайфа будет под прицелом. Насколько серьезно можно относиться к таким заявлениям? Начнем с того, что Хасан Асрала человек, который 10 лет уже скоро отметит своей жизни под землей. И там, возможно, он какие-то вещи узнает, которые другим людям неизвестны, в том числе и о возможностях Хизбалы, например, сейчас начать самостоятельную атаку против Израиля, самостоятельную, я имею в виду, без благословления Ирана. Без благословления Ирана мало что происходит в этом регионе, поэтому Иран основной спонсор, конечно же, да, и поэтому сейчас, понимая, хрупкое очень положение самого Ирана, который хоть и заключил сделку, но находится сейчас под прицелом. И всевозможных агентств, которые наблюдают за тем, что происходит, как Иран также будет задействовать своих союзников на Ближнем Востоке. Поэтому мне, в общем-то, понятно только одно, что это, конечно же, служит целям Асралы увеличить поддержку своих сторонников и усилить свой статус на внутренней арене в Ливане. Это ему крайне необходимо, потому что сейчас он там воюет, нужно понимать это, каждый день воюет за свой престиж. Например, в таких районах, как Триполи, в лагерях бешенцев идут бои, о которых редко мы слышим, потому что это не так интересует международное сообщество. С радикальными салафитами, со сторонниками ИГИЛ, с людьми, которые считают, что Хизбалла уж слишком развернулась на территории Ливана, и нужно, как бы, да, это заканчивается. Не то, чтобы они нам более лицеприятны были, чем сама Хизбалла, это в этом случае остается только, может быть, пожелать успеха обеим сторонам. То есть нужен внешний враг, а внешний враг — это израиль. Россия никогда не поддерживала Хизбаллу напрямую, но часть оружия, которая сейчас передается сирийцам, нужно понимать, оно перепродается, и уже без какого-то контроля оно идет, да, оно постоянно идет в Ливан. Поэтому в тот момент, когда это будет кому-либо выгодно, и я не говорю, что этот момент наступил, но, безусловно, мы должны быть готовы к тому, чтобы отразить любую угрозу. На мой взгляд, тыл сейчас у нас как на севере, так и на юге. Как он был, в общем-то, в плачевном состоянии, не готовым к длительной войне, которая может протянуться месяц, два, три, не дай бог. Я думаю, что нужно работать гораздо более тщательно и работать для того, чтобы усилить наш тыл, который, по сути дела, вся наша страна тыл. И вся наша страна фронт. Будем надеяться, что до войны не дойдет. Ксения Светлова, большое спасибо. Спасибо. После короткого перерыва в Кнессете принят закон об иностранных агентах.